Задачить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Каждый месяц 25 тысяч. Такую цену Сергей Харин назначил за свое молчание. Депутат практически 2 года закрывал глаза на нарушения на Карабаш-Меди. Таким образом, медиплавильный завод избегал экологических проверок. Чтобы Харин не использовал своих полномочий депутата представительного органа местного самоуправления, по организации мероприятий по охране окружающей среды на территории городского округа, не обращался как депутат в государственные контрольные и назорные органы по вопросам соблюдения завода Карабаш-Меди, законодательства. Завод дымил, депутат молчал. Но летом этого года выплаты прекратились. Тогда Харин стал писать письма в природоохранную прокуратуру и строчить жалобы в Министерство экологии. Руководство Карабаш-Меди снова решило платить за молчание. Правда, Харин выставил новые требования. На камеру это зафиксировали оперативники. То, что 25 дней серьезно, по-моему, давать полтинник? 50. Механизм тот же самый, только может встречу заменить, потому что на автовокзале и тебя хорошо знают, и, в общем-то, не зависит. Подтверждающих взяточничество видеозаписи в деле было немало, но адвокаты Харина с приговором не согласны. Не согласны с тем, что суд посчитал депутата местного самоуправления должностным лицом власти. Не слишком ли строгое наказание, как вы считаете? Нет, по этой статье не слишком строгое, но мы не согласны в принципе с тем, что приговор обвинительный. В этой истории Карабаш-Медь вроде как осталась ни при чем. Гособвинитель пояснил, по закону задачу взяток представители предприятия отвечать не будут. Человек, заявивший впервые о взятке, он освобождается от уголовной ответственности. Ведь представители Карабаш-Меди сами обратились с заявлением о том, что у них вымогается вот эта вот взятка. И таким образом они, безусловно, подлежали освобождению от ответственности. Харина арестовали прямо в зале суда. Уже сегодня бывший депутат отправится по этапу.